Вы знаете, мы говорили об этом уже много раз и давно. Я считаю, что это абсолютно ожидаемый кризис. Но вот если вы вспомните, поднимете архивные какие-то документы, мы в России, и ваш покорный слуга, и я в частности, несколько лет назад мы так и говорили, что вот будут большие, крупномасштабные проблемы, если наши так называемые западные партнёры будут проводить ту ошибочную, как я всегда говорил, политику, внешнюю политику, особенно в регионах мусульманского мира, в регионах Ближнего Востока, в Северной Африке, которую они проводят практически до сих пор. Что это за политика? Это навязывание своих стандартов, не учитывая ни исторических, нерелигиозных, национальных, культурных особенностей этих регионов. Это, прежде всего, политика, конечно, наших американских партнёров. Европа слепо следует за этой политикой в рамках так называемых союзнических обязательств, а потом сама и несёт нагрузку. Я с удивлением смотрю сейчас на то, как некоторые американские средства массовой информации критикуют Европу за избыточную, как они считают, жёсткость по отношению к мигрантам. Но Соединённые Штаты не несут такой нагрузки с миграционным потоком. А Европа, следуя, слепо считаю, следуя американским указаниям, теперь несёт такую серьёзную нагрузку. Но это я говорю не для того, чтобы сказать, что какие мы умные и какие наши партнёры оказались недельновидные, не для того, чтобы кого-то пощипать, а нужно понять, что делать, что же делать. Ответ тоже очень простой. Первое. Нужно вместе, я хочу это подчеркнуть, вместе бороться с терроризмом, с экстремизмом в самых разных мастей и, прежде всего, в проблемных странах. После решения вот этой кардинальной проблемы, а без её решения двигаться дальше вообще будет невозможно, ну как можно двигаться дальше в тех регионах, которые контролируются так называемым исламским государством? Ну невозможно, там люди бегут оттуда, они уничтожают сотни тысяч людей, взрывают памятники культуры, заживо сжигают людей или топят их, голову отрезают живым людям. Ну как там жить? Конечно, люди оттуда бегут. Так вот, нужно первое, вместе эффективно бороться с терроризмом и экстремизмом. Второе, нужно восстановить экономику этих стран и социальную сферу. И только таким образом, относясь с уважением к истории, традициям, к религии этих народов и этих стран, восстановить там государственность и оказать им масштабную экономическую и политическую поддержку. Вот если мы объединим все усилия на этих направлениях, то тогда мы добьёмся положительного результата. Если будем действовать разрозненно и будем спорить между собой по поводу квазидемократических принципов и процедур на каких-то территориях, то это нас заведёт в ещё больший тупик. Но я надеюсь всё-таки на позитив и на объединение усилий со всеми нашими партнёрами. Спасибо.